всех приветствую всех привет привет всем привет все 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 запутался утро очередное утро коров выгнал воды налил сейчас буду чистить во дворах вот как проходит ваш день так проходит вождение зимой как обычно с утра убираемся кормим поим чистим а потом загоняем их нет сегодня они будут стоять сегодня 14 градусов сегодня будут здесь стоять здесь потеплее здесь ветра нет для коров самое главное чтобы не было ветра сами знаете так ну чё чё мы зашли в одну клетку вдвоем зашли вдвоем в одну клетку давайте уходите несколько несколько дней нет дни тут не подходят здесь подходят недели несколько недель назад не могу сказать точно голословно так девочка иди в ту сторону иди в другую клетку поступило предложение от девушки одной написала девушка в одной из социальных сетей владимир здрасте я представитель одного известного телеканала хотим хотим приехать деревнику и вы можете дать интервью нам нашему телеканалу то почему нет дам интервью без вопросов чтобы сказать уважаемые зрители знаете что всегда когда приезжают какие-то телеканалы или какие-то блогеры снять программу про окунева всегда снимают я уже честно говоря знаю как традиционный формат у них есть снимают того маленько сняли этого маленько сняли того 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 получился репортаж то что у нас деревня такая вот необычная большим составом религиозных организаций они для колорита снимают местных и местных так ну чё выходи тут у нас тоже объявление для выходить вот так что так выпустим тебя сначала выходи снимают так ну приедете когда приедете я почему снимите потом спустя некоторое время недели день и снова сообщение мы не сможем приехать к вам в нас там сложились какие-то обстоятельства не знаю что там случилось у них будет не сможет вам приехать ну ладно вы не могли бы записать видео вот его отправить его нам по электронной почте сейчас будем снимать блог для вас видео интервью какой у нас есть оборудование видеокамеры панасоник штатив радиосистема бюджетная такая покупки купил ее так по случаю ну и вот видео камера на которой я снимаю sony с 300 ответить на несколько вопросов ну почему нет давайте попробуем вот поставил камеру одну вторую на улицу вышел на улице и вот пытались там что-то снять поговорить не надо снимала меня она следила за развитием так что я правильно буду произносить так выходи 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 это наша младшая самая младшая тёлка сейчас она называется уже нетельная потому что не телилась так выходи 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 ну вот чё стало ах ты ее паразит и ну-ка иди ну-ка вот ее паразит и вот так вот вот так ну короче сняли там интервью небольшое мы с элены степановой отправил я на почту оказывается будет тогда тогда ты репортаж оказывается они там снимали писали такие письма еще нескольким ребятам у которых есть блог так называемым блогерам и сегодня вроде как должно должен выйти сюжет сюжет уже выходил понедельник воскресенье выходил воскресенье но и учет там не знаю что тут по каким причинам короче сюжет этот вырезали снова с новостей с программ программа сегодня нтв вырезали по каким-то причинам не знаю а сегодня сегодня у нас вторник сегодня должны его запустить этот сюжет если запустят ну вот я вам ребят покажу обязательно у коровы отел кроль сбежал сарай разбирать пора дело не в проворот а они современные селяне зачем-то идут в блогеры сюжет там вопросы и ответы там кое-что но традиционно как все бывает и блогеры журналисты что-то там убрали что-то там не убрали я с ним одно из условий было снимать надо без монтажа вот как есть так и есть так что я снимал ну так много продолжительно снимал и без монтажа вот без монтажа вот как есть так и есть большой там объем информации отправил там несколько гигабайт я ребята лучше выберите сами чего что вам надо вот такие у нас новости в деревне по-своему каждый день необычный что-то так меняется что-то по-другому вот кстати надо сегодня мы вот этот рулон до кормим ну на утро останется немного но 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 надо будет еще подкатывать так всегда пока старший не напьется младшую не подпустит по званию но обычно обычно пьет самый старший по сословию когда вдвоем подходит поверьте головой трясет ну по званию звание вот страна чуть но по статусу звание стас не не белая да еще подходила давеча а чё белую ты не выпустила белую овечку там она она не орет главная черная лет я маленько всегда здесь стоит у а утилят вам это иди ешь она утилят там стоит ест ну 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 не все допили челятам я не влезешь Не влезет Почему не влезет? Селяток Ванну все влезет Какой ванной? Хватит Ванну вычеплен Замерзнет Что ты воду не подведешь коровам? Домой нель бежит Воды не подводит Две фляги бывают за глаза Не надо Я считаю, что флягу принесла Сейчас ведрами Они то пьют хорошо, то плохо пьют У коровы отел Кроль сбежал Сарай разбирать пора Дело не в проворот А они, современные селяне Зачем-то идут в блогеры Начинаем запись? Нормально так? Да вроде нормально И выкладывают в сеть не гламур, а суровые будни деревни Все по разным причинам Мне мой блог нужен, чтобы заработать много денег Блог мы ведем потому, что это очень хороший социальный капитал Наглядно видеть, что женщине реально справляться с хозяйством Заработать жене налегчение Это обязательно Своими руками В блогу Игоря Владимировича мастерская перевала всего год В нем он делится лайфхаками резьбы по дереву Канал, как он сам говорит, направлен на развитие людей У меня сейчас главная цель добиться мастера Чтобы получить разрешение И открыть небольшенькую школу Передавать свой талант детишкам Два трактора ЮМАЗ Трактора мои ровесники Да, чуть постарше некоторые Она одна справляется с хозяйством, с животными Корм-заготовкой и этими самыми тракторами Об этом и рассказывает канал Негородская Самый-самый рейтинговый такой, скажем, ролик на моем канале Оказался о том, как я на тракторе вожу дрова Колю их и укладываю в поленицу Собака, чего ты зеваешь так громко? Блогер Гурин уверяет После переезда в чисто поле Жил в машине, осваивался по ходу, строился сам О чем его блог? Немного о машинах, бездорожье, огороде Много о строительстве своими руками ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что будет дальше, ему и самому интересно И подписчикам По телевизору, по ящику, нет Ну, идут программы, они мне не нравятся Я подсел на Ютуб Сдали одну корову на мясо И приобрели видеокамеру Вот так бывает Загорелся человек делом В его блоге вся романтика жизни деревни Окунева С ее буднями и праздниками ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А если мучит вопрос, что лучше рулонить или стаговать То это тоже сюда Я хочу показать свою жизнь Как я живу, как я работаю в деревне Как я выполняю, веду свое хозяйство Делюсь своим опытом А еще настоящий блогер снимает Даже когда снимают его Вот так вот у нас происходит съемка Мы одновременно снимаем два видеофильма Передачу научную и домашний видеоблог Наша научная передача о жизни блогеров Была бы не полной Не напросись мы в гости к Сергею и Марии Ребят, вас долго не хватит Год может быть там Ну, ладно, ну, два Все, больше мы вам не даем Вы стопудово свалите там обратно в Испанию Стопудово уйдете в город Вы здесь жить не будете Прошло семь лет Да, многие писали Поиграйте в деревню Через пару лет уйдете Когда-то он работал в нефтянке Она финансистом Прежде чем заняться каким-то новым делом Мы с ними все считаем Насколько это энергозатратно Трудозатратно Ну и, конечно, финансово затратно Да, работа и образование дает Они жили в Испании Где стало, не поверите, скучно Вернулись не просто в Перм В Пермский край В деревню Городские в третьем поколении Когда мы сюда приехали в деревню Мы абсолютно ничего не знали И не было нигде никакой информации И постепенно Вот мы по капельке По крупиночке Начали вот это собирать все воедино Теперь знают Чего, сколько и во сколько По правильному Должна есть свинья Мясистая какая Она мясистая Крыта Смотри, опять перевернули Ох, поросят Вот Свинья есть свинья Пришло понимание Какими должны быть клетки Для перепелов Что сделать Чтобы куры Хорошо неслись даже зимой И как огромного Алабая воспитать Ласковым словно котенок И главное Хочешь сделать хорошо Сделай сам И никто не знает Когда ты покупаешь Качественную какую-то продукцию Или просто в пятерочную Наверное, лишнюю Когда ты покупаешь Фермерскую продукцию Ты не знаешь Насколько она качественна Какими кормами кормили Пока ты сам не приедешь Не убедишься Они учатся И собирают информацию Восьмой год А чтобы другим было быстрее В кармане всегда камера В интернете ролики Канал для того Чтобы людям Предоставлять информацию Полностью Как бы расшифровки То есть это 100% Годная информация И все это было Пройдено через себя Вот для этого Я начал вести YouTube Чтобы люди понимали И знали Что жить в деревне Возможно И в этом нет Ничего прям нереального Сложного Проекты рождаются Обычно у Сережи И это звучит так Я тут подумал Это все Это значит Переплыли Новый проект Пора работать Проект плов Родился прямо Во время съемки Мария не останавливала Это будет Новый ролик Автора О плове Удачно мы заехали На удачный эпизод Телезрителям От плова Достанется только Вот это видеоизображение Рецепт и процесс Для подписчиков И участников Действа Такая вкуснятина Сейчас Быстренько садимся Кушаем И дальше работать А сколько зарабатывают Они далекие От гламура Сельские блогеры 12-14 тысяч В месяц У меня доход Теперь есть Это стабильно По заказам 39 тысяч В месяц Пару тысяч в месяц Может быть даже меньше Так что не думайте Что все блогеры Миллионеры И Сергей с Марией Не озолотились с блога Экономику и маркетинг понимают Если ближе К Москве И к Питеру И просмотров больше Рекламные контракты Какие-то Я живу в Пермском крае Поэтому всего этого нету И это как бы Место проживания Очень влияет на Специфику И развитие канала На самом деле Кто бы там что бы не говорил Но это правда В общем не заработать Для них А хобби Для души Для других Осваивают глубинку Поднимают целину Сельского контента На бескрайних просторах Видеохостинга Михаил Плохотник Галина Барышникова Павел Дитц Константин Зверобоев Алексей Сафронов Телекомпания НТВ